GG это один из крупнейших сайтов по обмену предметов из Доты, Раста, КС, Тим Фортерс и других игр, которые все уже давно знают. Ты заходишь через Steam, слева выбираешь вещи из своего инвентаря, справа вещи, на которые хочешь обменяться. Тут самые низкие комиссии и инвентарь ботов на 500 тысяч долларов. Просто выберите нужные предметы из более чем 50 тысяч различных скинов. Все очень просто, переходите по ссылке под этим роликом и обменивайте предметы выгодно. Привет ребята, ну что, ночное в день подходит к концу, вышел все-таки патч 7.22. Призошло это где-то, ну вот, буквально вот-вот. Давайте смотреть, давайте смотреть что изменили. Скажу сразу мини спойлер, я заглянул вперед, да, течиса бафнули. Но об этом позже. Итак, изменения. Добавили новый скипетр, аганим, да, для тех, у кого его не было. 24 героя, которые были без аганима, теперь с аганимом. Это мощно. Да, то есть механика изменилась на 24 персонажа как минимум. Улучшены, обновлены старые версии скипетра. Некоторые, да, то есть у некоторых героев скипетр по-другому работает. Скипетр теперь может быть съеден. И будет как баф, если купить 2000 золота рецепт. Но этот баф не дает вам бонусы по статам. Вау. Это круто. Это реально круто. Алхимик больше не нужен. На минера можно купить больше 100. Да вообще, все герои, которым скипетр вроде бы нужен, но занимает лишний слот. Сейчас скипетр будет очень много покупаться. Мне кажется, это на замедление игры идет. Потому что, ну, люди теперь будут хотеть замедлить игру, больше слотов купить. Окей. Рошан теперь роняет как раз вот этот съедаемый скипетр. Третий Рошан рандомно выдаст либо съедаемый скипетр, либо Решард. Четвертый Рошан выдает оба варианта. А, и на третьем Рошане будет видно, какой итем падает. Офигеть. Это очень круто, на самом деле. То есть, дота очень сильно затягивается, я бы сказал. Потому что все героев мотивируют покупать скипетры. Все героев мотивируют скипетры эти съедать. Это сильно, сильно. Добавлен новый визуальный эффект под героями со скипетром. Ну, это фигня. Хотя, на самом деле, ну, так удобно. Ну, все равно, да, если за героем следить, то так видно. Добавлен Марс в Капитан Мод, добавлен Висп в Капитан Мод. Очень круто. Новый герой в Китан Моде. Это мощно. Просто цена будет меняться. Так. Динай теперь дает больше опыта противнику. То есть, раньше дал 35% от опыта, теперь дает 40%. Ну, чуть-чуть стало проще терпеть, когда тебя душат и обдинаивают на линии. Да, допустим, когда на неудобной линии стоите. То есть, линию чуть тяжелее проиграть в салат. Вот так скажем. Так. Стоимость смерти изменена с 50 плюс net force на 40. Да, net force разделить на 40. Теперь дешевле умирать на старте. Еще один плюс к тому, чтобы линию было сложнее проиграть. То есть, сейчас сделали, что линии сложнее проиграть. Если этой линии проигрываешь меньше, игра затягивается, потому что противники можете от основы болить. Этот патч, из того, что я вижу уже сейчас, да, вот этих строчек, если дальше не будет ничего-то обратного, он направлен на то, чтобы мета замедлилась, чтобы игры шли дольше. Так. Бонус по опыту за стрик из убийств увеличен с 200 на 1250 до 400 на 1800. Да, то есть стартует 400 и заканчивает 1800. Это круто для течеса определенных, потому что он такие стрики обычно ведет. Это круто для тех, кто, ну, вообще не умирает и делает фраги. Это, на самом деле, бонус для доминирующей команды больше даже. Опыт, необходимый для достижения пятого и шестого уровня, уменьшен. С 600 на 620 до 580 на 600. Ну, то есть, чуть быстрее уровни достигаются. Ну, мелочь, с одной стороны. Ну, опять же, да, чуть раньше герои раскрываются. А, а вот уровни после 19-го требуют на 100 опыта больше каждый. Опять же, да, дольше идти до лейта. Чуть-чуть по XP. В принципе, рейнжовые крипы увеличивают опыт, который они дают каждые 7,5 минут на 8. Да, то есть вы получаете больше XP с пачки. Ну, то есть это все компенсировано, по сути. В какой-то степени, да, то есть не очень понимаю два последних изменения. Они как будто бы одно компенсируют другое. Так, осадные крипы, базовая атака, медленнее. Они спаунят два осадных крипа на 35-й вместо 30-й. И офигеть, их нельзя додоминировать, приручить или переработать. Это офигенно для течеса. То есть никто больше не будет этим осадным крипом бегать по минам. Опять, вот эти три пункта, да, с осадными крипами, это все полностью подсвечено тому, чтобы игра замедлилась. И чтобы бафнуть минера. И чтобы не могли приручать катапульты и вместе с ними пушить. Игра еще сильнее замедлили. Да, я все правильно сказал с самого начала. Так. Урон выше к тир 3 увеличен. Плюс к замедлению игры. Увеличена броня у тир 1. Увеличена броня у тир 2. У тир 2 плюс вышек. Да, то есть тир 2, тир 3, тир 4. Несколько атак одновременно истеглив. То есть мультишот из трех атак. И приоритет по ближайшим моментам. Это офигенно. Это безумно из этих игры. И по-моему они даже переборщили. Я не знаю, это же очень сильно тормозит. Геймплей. Они настолько хотят его затянуть. Это прям видно. Это прям чувствуется. Так. Немножко. Подвинут. Кэмп за радиант. Чё-то я не очень понял, что здесь сделали. Мне какой-то камп они подвинули. Потом можно карту будет посмотреть. Уменьшена длительность в огонь и грибов из этого кемпа. За героями, да, если их вызывать. То есть может быть как-то тяжелее будет пулить. Да, мне кажется, они исправили то, что можно очень очевидно и легко пулить прям под Т1 вышку. Что за... Ну, за легкую линию. Что с одной, что с другой стороны. Наверное, это имеется в виду. Так. Центральная вышка в миде Т2 за свет. Подвинуты дальше налево. Ага. Она больше не видит большой кемп, который находится снизу от нее. А, снизу от нее. То есть, если вы помните, да, мид линия Т2 за свет. И она видит, что происходит на кемпе большом, который под ней находится в лесу. Да, в лесу. Радиант, в большом лесу. Это круто, потому что теперь его можно минировать. И это не будет видно. И это, опять же, ну, тяжелее становится защищаться в этом месте, потому что ты не видишь, что происходит. Ну, и за свет тяжело защищаться. Подвинута линия деревьев правее. Или предвинута линия деревьев. Это надо карту смотреть. Это надо смотреть карту. Ой. И тут всякие передвинутые спанбоксы. Да, или как-то подвинутые. Это надо смотреть карту. Мог с ним. Иллюзии теперь могут лайфстилить. И лайфстил теперь работает против иллюзий. И да, и нет. Да, то есть, с одной стороны, это усилили иллюзии. На самом деле, сильное усиление по иллюзиям. То есть, радианс, я бы сказал, что эффект радианса теперь по иллюзиям будет работать слабо, потому что они будут это все обратно забирать, в любом случае. Но в то же время, лайфстил от иллюзий, он чуть, ну как, компенсирует эту силу иллюзий. Но вообще-то плохо. По крайней мере, в аспекте этой части это плохо, потому что ну, иллюзия это баф. Это баф для иллюзий. Так, следующие предметы больше не могут быть с кем-то вместе использованы. То есть, например, кольцо регена раньше можно было купить, да, и они передают его кору, идет фармить лес. А корз с кольцом регена с нулевой. Вот такого раньше больше не будет. Рейнгов кольцо регена, кольцо терраски, сейджис маска, кольцо здоровья, воидстоун и персик. Ну, все, что работало. Раньше больше не работает. Так, базовый армор Рошан увеличен. Рост атаки с каждой минуты увеличен. Они как-то усреднили... И что они сделали? Они чуть-чуть изменили рейндж того, рейндж, в котором получают люди награду за добивание, но в среднем оставили таким же. То есть, ну, мелочь какая-то. И опыт за ласт хит уменьшен. Да, по Рошану? Ну, в целом, опять же, все на затяг игры идет. То есть, у Рошана больше армора, у Рошана больше дэмэджа. Его тяжелее забирать. Так, статир. ХП реген аура уменьшена на 0.5. То есть, не 5.5, а 5.0. Опять же, на замедление игры. Таймер. В общем, уведомление об убийстве будет держаться на 10 секунд дольше, а не 20 секунд, а 30 секунд теперь. Так, и герои. Раньше для всех героев стандартная скорость атаки, да, на старте была 100, условная, которая потом менялась в зависимости от их статов. А теперь для Абаддона атак спид увеличили, для Бруду увеличили, для АЦМ-ки увеличили. Увеличили для всех, кого я сейчас прочитаю. Да, это для Гирокоптера, Демирана, Сайлизера, Сларкова, Веномайсера, Вивера. По сути, это все герои, которые плюс... Ну, а на самом деле не метовые, да, на прост-сцене не пикаются, а и... Ну, разве что Бродмазер. Но она все равно суперсультативна. И эти герои сейчас будут сильнее, как я понимаю. И герои, у которых... Теперь нестандартный леген маны базовый. Клинкс 0.25, Лич 0.75, Пугна 0.5, Шэдофинд 0.3, Течис единица, Тинкер 0.25, Тренд протектор 0.5, Вивер 0.4, Зевс 0.25. Да, сейчас немножко от Эйчиси. Раз уж у нас все-таки канал от Эйчиси. Единица базового регена. Что это значит? Раньше, я сам, если честно, когда только прочитал, я не понял, что это значит. Я сразу полез искать. Смотрите, как было раньше. Сейчас я вам открою. Покажу экран. Где это у меня здесь? Вот, смотрите. Это запись сегодняшнего стрима до патча. Вот у меня минер первого уровня. И мы видим, что... Эта кнопка пропадет? Нет? Мы видим, что здесь 1.1 эмпири ген в секунду. На минере первого уровня. Да? Смотрим, что теперь. Смотрим, что теперь. Заход экрана убираем. Герои. Демо героя. И... 2.1. Т-часов в 2 раза подняли базовый реген маны. В 2. То есть, раньше у минера было 1.1 маны. Теперь это 2.1 маны. То есть, у всех героев раньше базовый реген маны был 0. И все остальное складывалось из-за того интеллекта, который у них есть стартовый. Да? Вот 22 стартовых интеллекта у т-часа. 22 стартовых интеллекта это как 1.1 маны в секунду они дают. А теперь у него базовая еще единица есть. То есть, т-часа, как я и говорил, сильно бафнули. Потому что никто не пикает его на простсцене. Теперь его точно будут пикать на простсцене еще чаще. Хотя его уже начали. Команда уже начинает его пробовать. Кто-то уже заказывает тысяча залетит на простсцену. А мы с вами возвращаемся к патчу. Так, изменение по предметам. Скорость, стоимость варда уменьшена. Это, опять же, для чего это? Это замедляет или ускоряет на обыгры? Это замедляет. Почему? Потому что варды дешевле. Вардов можно ставить больше. И с хорошим виженом тяжелее атаковать. И легче обороняться. Награда за вард увеличена. Да, заседание варда. Это, ну, хорошо для саппортов, опять же. То есть, если вы хорошо девардите, вам в плюс. Опять же, девардить проще, когда вы обороняетесь. Потому что вы видите, как вард подходит и ставит вард. Вот зачастую, если это не в смоке. Так, награда по экспе тоже увеличена. Ну, то есть, это все направлено на то, чтобы замедлить темп игры. Так, сентри вард. Стоимость уменьшена. Ну, это неприятно, конечно, ага. Лимит. Офигеть. То есть, они копятся, они теперь как апсы, они копятся. Их не может быть больше 10. Стартово их 4. И каждые 7 секунд они обнявляются. То есть, нельзя будет сейчас сгореть от течиса, накупить кучу вардов и все заставить. Это такой баф для течиса в этот патч. Я вообще... Два тома на 10 минуте. И 5 минут кулдауна на использование. Ну, то есть, в любом случае, можно купить на 10-ой 2 тома и съесть 2-ой на 15-ой. Очень мощно. Это очень круто для левела-зависимых персонажей. Это очень баф для них. А течиса это левела-зависимый персонаж. Так, Акайо в скаде. Длительность замедления изменена. С 5 для милишных и 2,5 на ранжевых до 3 секунд для всех. Ну, это скорее нерв в скаде, чем баф в скаде. Я бы так сказал. Слоу. Так. На милишных героев замедление уменьшено. На ранжевых героев замедление увеличено. то есть, если вы играете против ранжевиков, то вам выгоднее покупать скаде. И если вы играете на ранжевиках против ранжевиков, то вам выгоднее покупать скаде с этими изменениями. И точно так же замедляется скорость атаки, как и скорость передвижения. Кстати, это мощно. Да, то есть, если ты бьешь ранжевика новым скаде, то он бьет на 50% медленнее. Это круто. Если это кор, да, ранжевый. Ну, окей. Так, доминатор. Теперь рецепт на 300 золота. То есть, его просто подорожали на 300 золота. Это замедление темпа игры. Пайпфинсайт меньше хапоригена. Замедление темпа игры. Механизм хапориген уменьшен. Замедление темпа игры. то есть, это все предметы атакующие. Доминатор, пайпа, мека. Это все предметы, которые настроены на атаку. Их всех замедляют. Их всех настраивают на то, чтобы игра шла дольше. Так, грифсы. Хапориген уменьшен. трешхолд бонус армор редюст. Как это работает? А, то есть, когда хп меньше, чем 16, меньше, чем 20%, то дается не 15 уже, да, армора, а 10 армора. Тем, кто в ауле. Ну, тоже, да, ослабили. Так, момчик. мувпит увеличен. Да, чтобы ребята бегали под мову, мы фармили. Это нормально, это понятно. Родофотос. сила и ловкость уменьшены на 2 каждый. Опять же, родофотос – это атакующий предмет. Патч минера. Просто патч минера. Барабаны. Мандреген уменьшен. Владик уменьшен. Мандреген. Спирит Весел. Уменьшено замедление лечения, да, то есть, снижение скорости лечения. И сколько он снимает, хп тоже меньше. То есть, ну, Весел тоже пофиксили, понерфили. Не пофиксили, а понерфили. В рейсбенд ослабили. Блодстоун. Пофиксили. То есть, да, шторма пофиксили, что он не может больше стакать эти блодстоуны. Опять же, да, сноубол убрали. Ну, это даже не в тему замедления темпы игры, это больше в тему нерфа шторма. Так, изменения по героям. Поехали. Меня пугает вот это вот все. Ладно, поехали героям. Абадон. Скоро с такими мы уже обсудили. Так, переработан скипетр. Теперь, когда активирована ульта, в любое время, когда союзник получает больше, чем 525 урона, в радиусе 1600 от рейнджа от Абадона, это очень много, индивидуальный мисткойл автоматически летит к союзнику. Офигеть. И ульта увеличит, ну, длительность ульты увеличит на одну секунду. Но это супер сильно. У Абадона хил сколько хилит? На 255. И в лейте, а, это у Ешной. Да, то есть, если, это интересно, стакается, на 25 уровне таланта. То есть, когда ты компенсируешь союзнику половину от каждой полученной единицы урона. да, потому что 525 и 250, да, 275, по-моему, там, за хил идет. Получается, союзнику нанесли единицу урона, ты ему отхилил половину от этой единицы урона. Но это супер сильно. Абадона на самом деле бафнули. Но бафнули именно на, опять же, да, на более позднюю стадию игры, когда есть аганим. Так. А, ну вот, да, тут на 15 уровне есть талант, когда берется мисткойл, хил, дамадж. Это чуть-чуть ослабили, чтобы хоть как-то сбалансировать, но все равно это безумие какое-то. Это, мне кажется, будет перерабатывать еще потом. Хиксить. Слишком сильно. А потом слишком сильный становится. Так, алхимик. Ого. за каждый, ну, когда у алхимика самого есть скипетр, он получает бонус 30 урона и 6 увеличение урона с пилами. 6%, да, за каждый скипетр, который он дал своим союзникам. То есть, допустим, он раздал 4 каждому по скипетру, он получит суммарно плюс 120 урона и плюс 24% к магическому урону. Ну, это нормально, в плане того, что хоть как-то скейлить его в лейт, да, тот же радик немножко увеличивает по пробиваемости. Но вообще магии этого алхимика нет особо. Не знаю, ну плюс-минус такое. Что-то такое. Не сказал бы, что сильный баф какой-то алхимика. И вообще бафом бы это сложно назвать. так, аппарат. Вортекс монокост уменьшили. Айсбласт больше не виден на миникарте врагами, если у них есть трусайд. не очень понял. То есть у врагов есть трусайд. Can no longer being seen on the minimap by enemies if they have трусайд. То есть смотрите, раньше Айсбласт как сработал. Запускается Айсбласт и ты видишь его на миникарте, как он летит. То есть если написать миникарту, ты можешь видеть, куда именно аппарат запустил Айсбласт и успеть отойти. Потому что вот это его прицельный круг, он летит по миникарте, ты его видишь. И потом, когда сам Айсбласт уже летит, ты уже этого не видишь на миникарте, но ты видел сам круг прицельный. Понимаешь, куда пример не идет. а сейчас написано что он не будет виден на миникарте если у врагов есть трусайт я не очень понял что это значит типа на брод же должно быть да если у них есть гем они видят если у них нет гем они не видят допустим странно не очень понятно мне кажется здесь опечатка так антимаг скипетр антимаг вот точно будет скипетр покупать да это парни которого 7 салтов всегда моновойт добавляет 70 секунд к самому большому кулдауну противника и это начинается как противник рестница увеличивает время стану на одну секунду это очень большой это баф антимага да это неприятно это реальный баф антимага потому что допустим ну какая-нибудь инигма он убивает антимагу моновойдом и когда она резается у нее даже если ульта была не в кд после ее реза у нее семь секунд пулдаун это вообще ну это супер сильно супер сильно да антимаг сейчас будет улетать в бан мне кажется часто потому что ну это это ну работает уже как некрофос только здесь он просто купленный некрофос ты можешь купить аганима и стать некрофосом условно да потому что инигма без был холода это клип был идти так варден увеличена скорость поворота по фикшен то что двойник не мог активировать руна теперь может активировать и скипетр добавлен это новая способность он каждый 60 секунд может создавать руну баунти руну или руна усиления но это пипец вот это не добавляют конечно это короче этот патч очень мощный это реально это не какой-то такой минорный патч это капитальный патч сейчас вообще ой как интересно будет за проиграми смотреть как все будут это тестить круто круто прогнозы давай европе вконтакте буду если что ссылка под стримом так таланты десятый уровень увеличен атак спид и двадцатый меньше кулдаун на третий скил до его на ловушку вот эту ну вардена бафнули там короче косвенно чуть бафнули ну пока ним опять ждать сильно бафнули это что двойник может руны брать тоже бафнули а потому что но не страшно теперь залезать к врагу и врать баунти руна варден тоже чаще будет пикаться акс базовая атака увеличена базовая броня увеличена скипетр изменен теперь был второй спел его горелка работает на 400 е вокруг цели и все еще как бы это дебаф уменьшает силу атаку партинка на 30 процентов и дает два раза меньше скорость атаки до battle hunger уже от скипетра когда используя на крипов но это сильнее делает акса в тимфайте наверное да со скипетром потому что ты просто по всем горелку раскидываешь а в тимфайте не все всех убивают да ты можешь допустим коры кинуть он добил и все а так ты по всем накинул ты супер быстро бегаешь потому что те же это бафает в процентах скорости переджения так акс акс будет тоже чаще пикаться кстати для дача это нормально абсолютно дача акса не боится бэйн каст поэт на 50 процентов уменьшен то есть я быстрее кастуется когда он под скипетром да то есть что в война под скипетром происходит у него принца с минимальным кд происходит это чистый урон огромный да я напомню сколько это здесь полторы секунды кулдаун да со скипетром и 300 чистого урона так таланты ну инфи был уменьшает атак спид но чуть-чуть бафнули война не критично то есть ничего такого нет в полет бэтрайдера кулдаун увеличили ну то есть чуть ослабили да и лассо улучшили со скипетром чуть-чуть да тоже чтобы скипетр был актуальный на бэтрайдера немножко тоже не так часто берут так бестмастер изменен скипетр боевые топоры больше не имеет кулдауны и теперь могут использоваться как только они вернулись к бестмастеру вау 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 а сколько у них урона боевые топоры 120 урона и каждый пролет дает 12 процентов увеличения урона то есть бестмастер сейчас пожестче стал особенно если близко закидывает топоры допустим ты ультанул цель ты к ней впритык подошел ты этими топорами можешь ее просто зарубить по сути со скипетром интересно на 15 уровне талант изменен а ну и за счет этого топоры перенесли подальше чтобы послабее это все было чуть-чуть на 20 уровень чтобы не так сильно было рашить просто агоним и вырезать всех на пятнадцатом уровне но бестмастер бафнут бестмастер бафнут это для часто не очень приятно кстати бладсикер уменьшена ловкость прирост ловкости монокост бладрайта уменьшен это хорошо руптура снова летально да то есть раньше ну ее же изменяли что нельзя ее добить теперь снова можно ее добить и наносит 30 45 процентов от дистанции почти урона и все так же да агоним дает 2 раптура и длительность 8 10 12 секунд ну это как баф мне кажется лосикер да потому что раньше то что ну опять же да такой не принципиальный все равно он ситуативно такой персонаж плюс-минус бабаха его должны были понерфить правильно так урона джинады уменьшен но правда не сильно тюрикен тос теперь саганим работает дальше ну то есть дальше можно кидать но опять же даю те герои в которых был там плюс-минус слабый агоним их пытаются замыть веру пиковать агоним потому сейчас мета агонимов пошла и кстати алхимик снова будет часто пикаться то что ну вот это мета агонимов как раз таки таланты колене подождите наоборот ему не будет сейчас для агонимов скорее мне кажется тут спорно тут спорно царя какая команда что придумает не буду пока ничего говорить загадывать так и увеличили урон все реки на 10 уровне то то есть бх пытаются замотивировать на агоним тут понятные изменения так уменьшен урон от клепа ну стартовый то есть чуть-чуть ослабили ну мизерно ослабили на старте офигеть и плюс 100 мус пида дает агоним на бремастера но теперь все будут собирать агоним на бремастера опять же да в свете последних событий окей но бисмастер баф бисмастер скорее бремастер точнее скорее баф чем нерв то что вот это это слишком мизерно это скорее чтобы компенсировать вот это так бристлбэк армор увеличен урон за каждый стак увеличен ну так не сильно но увеличен опять же допустим 7 и 4 на 30 урона вот так слабо на самом деле и опять же а у если скипетром увеличили маленький мотивашек тому чтобы люди пикали агоним брудмазер добавлен скипетер так теперь она бегает у нас как блатикер она бегает как молния и у нее паутин стал в 20 раза больше ну брудмазер бафнули сильно бафнули она теперь гораздо чаще будет пикаться сейчас ее можно будет брать наверно даже в оффлейн что-нибудь такое ну то есть чаще будет более вариативно окей так кентавр армор увеличен стену бруда для течицы не проблема учитывая что темп игры замедлен все равно суммарно ее будут закрывать так кентавр базовый армор увеличен опять же она пока гоним соберет до вернуть вроде пока на гоним соберет эта игра уже считается медленно да то есть она же захочет этим пользоваться правильно ой где-то она захочет этим бонусом пользоваться то есть игра будет замедлено она будет формить она будет пытаться что-то выйти для течицы комфортно все равно кентавр армор увеличен и талант ретри чуть посильнее сделали в лейте ничего критичного так меньше силы дали цека прироста увеличили минимальный урон от болта увеличили максимальный урон от болта минимальный стан изменили сделали что он постоянно меняется это правильно и максимальный стан изменили тоже постоянно меняется но по сути значения с артовой конечно стали с такими же плюс-минус и с артовой чуть изменен то есть такая бафнули цека стал сильнее и куда он уменьшили они так лану увеличили наоборот но это не критично он так ага иллюзии впитывают меч урона причем сильно в полтора раза меч урона впитывают иллюзии от ульты цека под аганим то есть аганим здесь опять же имеет смысл это насколько же дота сейчас станет долгой игрой это игра ты методы часа сейчас наступает методы часа просто все герва даже вот ck да допустим это сильный герой который на старте сильно раскрывается насколько же сильно тут бафает его аганим да и насколько сильно хочет его собрать аганим это 4200 это много пока ты его соберешь игра уже априори длится какое-то время так чен крипы теперь быстрее бегают но это не катапульты так за хил от чена это аура дает хаполиген дает усиление хила и бонус урон крипам героям я крипам в два раза больше чен это новая пуш машина я бы сказал что чен это новая пуш машина то есть он чаще будет браться еще и талант усилив этот ауру не чен сейчас мощный круто круто ну для тачица плохо но хорошо тем что катапульт нет опять же да без катапульт все равно приятнее гораздо с ченом играть клинкс есть базовый ман реген да то есть его немножко баф на него стрелы можешь чаще пускать то есть ну клинкса усилий на самом деле ему это нужно было усиление скипетром создает двух скелетонов так секунду двух скелетонов рядом с клинксом когда он выходит из виндволка да ладно и увеличивает скорость виндволка и тоже снимает ограничения на мувспид жесть на клинкса реально хочется купить аганим в лейте ты покупаешь аганим и ты когда на кого-то нападаешь из инвиза у тебя три клинкса а не один клинкс супер сильно так его ульту ну не то что понерфили или бафнули его просто сильнее сделали в мидгейме ну в верлигейме точнее и чуть послабее в лейте и урона юнитов усилили в лейте да в верлигейме чуть ослабили то есть в целом клинкса бафнули клинкс баф хотя вот здесь урон от стрел чуть понерфили но опять же все но это баф клинкса так ну я бы сказал даже такой реворка баф потому что может быть все таки все равно брать не будут потому что герой такой тонкий именно но в движенных играх нормально возможно так клокверк базовым уровень увеличен ничего больше не меняли ну кстати не знаю в улетка берут вот этого может не хватить чтобы его стали брать хотя мета оффлайнеров которые именно давят не знаю клоквер в нее в принципе вписывался не знаю можно что брать но и не вижу почему пока кристалл мэйден быстрее бьет и базовый атак спит тоже увеличен ну не роляет мне кажется так по мелочи дарсиры сделали чуть тоньше и таланты изменили на двадцатом уровне теперь это плюс то короче ауе сурш перенесли на 25 уровень что правильно абсолютно да он слишком рано открывался понерфили дарсиры понерфили откровенно говоря и убрали талант на кд нормально мне нравится то есть дарсир ну часто слишком брали так скипетра на дартфиллу теперь она может атаковать из-за своего вот этого астрала и и каждая атака имеет бонус к урону в зависимости от продолжительности этого астрала то есть в конце астрала она вообще как бешеная бьет и причем несколько раз ну это баф но это баф именно как кор дарквиллу я не знаю как дарквилл саппорт там сок урона то не знаю я сейчас на герой просто слабо играю поэтому сложно сказать ну не слабо играю просто ну не сталкивался с ним даже в паблике против себя не видел особо так увеличен на гпм опять же на затяг игры и пофиксить ну убрали вот этот астральный урон чтобы не был совсем бешеным аганим но зато ульту когда его уменьшили сильно это сильно так да зал увеличили радиус аганимного грива но опять же даме не баф чтобы мотивировать ли покупать огонь дэс профит огонь им теперь каждый раз когда противник под влиянием ваших слов ну да независимо от того что первый скил по нему прошелся второе сало висит на нем до или ты сифоном подсосался или когда ты такой противника дух будет вылетать ударить противника в два раза большим уроном чем обычно и возвращаться к тебе с жизнями а также духи замедляют на сто процентов на 0 3 секунды здесь профит с огонь им какая-то бешеная она бешеная но опять же бешеная отложена потому что пока ты аганимно фармишь это плюс к времени а те еще другие предметы надо фармить ну то есть не знаю игру сделали гораздо разнообразнее да поменяли баланс героев но все это сделали в лейте причем в таком ну форсит уходить в лейт и люди будут уходить в лейт и про игры будет длиться дольше замедляют замедляют бету так дисраптор таланта на пятнадцатом уровне кинетик филтер чаще будет чуть-чуть ну мелочь дум а с первого уровня нельзя есть больших крипов это хороший нерв хороший нерв очередь то есть надо макси девауру чтобы есть крипов с аурами это очень круто дума понерфили нерв дума очевидно и клифф увеличили да то есть чтобы дума выходили в лейт dragon knight четвертый уровень dragon формы черный дракон 50 процентов больше коррозив урона сплэш-дамеджа и замедления а также увеличивает так рэндж и дает 30 процентов макрезисту очень интересно это он супер сильный вообще бешеный и макрезист особенно так как на тысячи такого взрывать но это круто это круто увеличивает рэнджу на 600 то есть он бьет ну как реально рэнджевик полноценный как снайпер нет или ну как да наверно как снайпер почти но дк теперь будет в мете дк в мете я прям уверен так тракса больше не бивает эншентов мгновенно и прибивает только базовый армор а не общий то есть против тракса вы покупаете допустим плейт мэйл тот же самый плюс 10 армор и он всегда у вас будет ну круто круто понерфили тракса вы молодцы все правильно то есть это тракса она и так слишком медленный герой то есть да то о чем я постоянно говорил тракса это медленный герой который бафает команду и за счет этого она сильна и сама она качает энджета в этом не да то есть она ну плюс-минус пылесосит карту но хотя все равно делает это так это слишком слабый персонаж и этот пылесос ей дает много денег но мало потенциала поэтому нужно пылесосить долго и теперь и пылесоса еще меньше сделали но тракса еще слабее стало траксу понерфили все это было ожидаемо и это сделали титан переработан скипетр теперь эхо стомп делает его ну дает ему бкб пока он ченнелит и на две дополнительные секунды за каждого героя вражеского на кого-то повлияло офигеть то есть если он начал пастовать свой эхо стомп ты его не остановишь и после этого ты его тоже не остановишь мне кажется ему могут корон делать после этого типа это круто это приобретенный бкб с нуля из-за ничего так хорошо титан баф мощный баф опять же здесь даже наверное нет смысла рассматривать то что надо купить огонь и потом будет баф потому что игра затягивается они затянули игру до невозможности то есть любой герой которому нужен скипетр он купит скипетр так эмбер спирит добавлено скипетр теперь риминант кастуется чуть дольше но зато бегает в разы быстрее да вот дух допустим ты замедлен ты его воск остановил он все равно быстро бежит хотя обычно он должен вотреть твою скорость и максимальный номер зарядов умеешь увеличен с 3 до 5 и активация стоит без мана он будет покупать все эмбер 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 остается бейте эмбер это герой который вообще здесь ну его сильно бафнули агоним хорошо так войт сила увеличена войда хотят вернуть талант больше силы тем волк бафнули атак спид бафнули ну хотят войда вернуть опять же да войт с агонимом это постоянные купола задержанная игра войт все войт сейчас вернется в мету команда счет его брать я уверен грим строк добавлен скипетр дает новую способность темный портрет создает чернильную иллюзию противника и иллюзия длится 20 секунд и иммунно и ну иммунно к магии и двигается на 3 процентов больше то есть что-то жесткая какая-то сопринимает 200 процентов водящего урона но только физического и делает сто пятьдесят процентов урона ну это пипец она вообще бешеная то есть допустим ну а как я так его восстанавливаю только физой это очень ну то есть грим строк по сути добавляет вам еще одного кора в команду потому что вы не можете иллюзию даже бёрстнуть обычно иллюзию допустим да хекснул все иллюзии нет а здесь никакого хекса не будет тут такого ли он даже не спасает грим строк мне кажется вообще в банк будет улетать если честно и теперь можно кастовать третий скил да ауе стан и пурш на союзников бкб так гирокоптер базовый атак спит увеличен чуть-чуть ну мне кажется это сильно повлияет на его пикабельность если честно хускар армор увеличен реген чуть-чуть увеличен и кулдаун на первый скил чуть-чуть уменьшен ну на самом деле мне кажется это не пойдет ему на пользу потому что методами замедление игры его просто будут меньше брать до его чуть-чуть бафнули но это не решает мне кажется хускар выпадет здесь не будет его брать никто так инвокер базовый урон увеличен экзорт больше урона нет меньше урона передает ну то есть чуть-чуть скомпенсировали скажем так то всю ситуацию на первом уровне уж точно скомпенсировали нет на каждом уровне вообще скомпенсировали да в чем там смысл был чтобы усилить не экзортовых инвокеров да в этом был смысл так таланта на десятом уровне больше урона от хаус метеора и на двадцатом больше атак спида и урона от аллагриди но от инвокера ничего ну то есть его бафнули ну так чуть-чуть не сильно висп добавлен капитан мод добавлен обрельцы кипитра теперь виспы да ну спириты вот эти пассивно появляются вокруг вас постоянно каждую секунду максимум пять ого да а если это переработок скилла или это параллельно со вторым работает вот здесь непонятно ну ладно тезер теперь может быть прерван если вас застанели да ну то есть как тимбер допустим станет когда он на темперчане летит точно также тезер теперь работает ну нормально ну то есть как ну висп все равно будет мне кажется первый номинант на бан в любом случае так джекера третий скилл пассивка ага теперь даже если ты промахиваешься ею или цель которую ты бил умерла все равно по ауешке это все распространится ну то есть скорее даже починили то что неправильно немножко работало на мой взгляд ничего критичного нет keep of the light аганин теперь просто не требует заряжение заряжа этот чтобы вы заряжали первый скилл это круто да то что до этого он просто килл продавал а теперь еще и заряжать на это круто и чакра может быть на врагов чакру переработали теперь это одновременно чакра на своих и мало дрейн как он был раньше да на противников скистовал и он передвигаясь теряет ману да но в текущей версии это процент от текущей маны то есть это не слишком но не бешеный дома на дрейн но все равно неприятный ну круто скипера баф 0 я не против потому что он же не видеть теперь с аганимом да как над сталкер раньше виделся гоним как он расширился гоним поэтому бог с ним кипер хорошо баф 0 и баф 0 а кстати альянсом будет приятно нечасто его берут так легион командор база вармор увеличен ничего внушительного леча бафнули ну нет лечительный саппорт леча бафнули это хорошо леча будет часто пикать на саппорт теперь алина больше силы и быстрее поворачиваться ну чуть-чуть бафнули чуть-чуть бафнули потолще сделали леон меньше стаков с пальца правильно потому что игра затягивается или он бы столько пальцев на стакал что мама не горюй там потом было бы так лон друид кстати половину уже прошли отлично лон друид больше силы толще сделали плохо толстый будет и больше сил из true формы ну друида бафнули сильно и опять же до затяжные игры это 12 слотов но тяжело будет опять же стройный бак об этом осталось часто будет браться герой даже банится мне кажется будет часто так луна базовый урон увеличен на 4 ну хорошо мини баф лекан скипетр заставляет одну из волн хрипов сейчас офигеть когда вы собираете огонь каждый раз когда появляется какая-то пачка крипов в одной из трех были два волка то есть это ну пассивный постоянный спуш линий это круто ну это в затяжных играх это реально круто прикольно господи чего только не добавят так таланта 15 уровень дает больше регена пассивка ну нормально так магнус больше силы дали стартовый мини баф мельчайший такой и шоку вейв от скипетра усилен да это больше макс ржа и быстрее он едет ну все правильно да мотивирует покупать скипетр так марс добавили капитан мод базовый урон уменьшен базовый урон армор уменьшен и скипетр это сильное уменьшение кулдауна второго спела во время арены да то есть каждые 1 и 4 секунды можно давать второй спел вот этот сплошовый по всем и когда кастуете арену то у вас перезаряжается его кулдаун то есть допустим вы кастунули второй сделал арену вас мгновенный кулдаун пропал на нем так арена дэмэдж переработан то есть на старте меньше дэмэджа владе такой же и кастпоинт увеличен то есть чуть дольше кастуется опять же да это его чуть чуть ослабили чтобы в капитан моде не было дисбалансным и талантный урон чуть уменьшен на пятнадцатом уровне так медузу понерфили меньше ловкости но не сильно ну медузу так косвенно понерфили опять же почему потому что траксу сильно за нерфили без траксы медуза уже не так сильно смотрится то есть минус уже априори будет брать меньше поэтому и сильно нерфить смысла не было мипа бафнули дали больше силами под хорошо не поэта против течиса отлично заходит и он кстати в лейте ну так послабее чем это другие коры может быть он такой именно сноубольный герой основной часть тяжелее таланты больше силы больше урона и больше ловкость ну бафнули парни короче потому что пытается компенсировать то что он такой герой сноуболь и сейчас но более тяжело стало мирана чуть послабее атака по-моему да если я правильно понимаю эти цифры атак спит чуть побыстрее ну то есть именно атака остаются дольше и старшторм ага триггер это огонь и теперь стороны вот падение звезд не каждый секунд вызывает до каждой 9 если враги рядом мини баф манки кинг охо спавнит рандомного солдата обезьян рядом с вами каждый три с половиной секунды этот солдат длится 12 секунд они не спавнится если ты невидимый невидимый или на деревьях что абсолютно правильно а если ты в смоках этот солдат может атаковать любую цель но не будет атаковать здание если бы не в предел пятидесяти ранджа от них прикольно это легко отпушивать да то есть как бы ты просто бежишь а салат оставил и пошел дальше он отпушит сам легко фармить то есть мк скипетра собирает он фармить начинает гораздо быстрее ну как пылесосить карту а в смоке видимо надо постоянно по деревне прыгать чтобы это все компенсировать морфлинг адаптив страйк чуть-чуть ослабили скипетр уменьшает когда на 35 процентов монокос на 50 процентов и 600 cast range и морф больше не дисплее от вашего героя ну его бафнули это баф это не нерв это баф я не знаю морфатель еще чаще будем видеть но опять же не знаю даже а чё с ним делать-то и увесили понерфили темп игры понизили и морфа не задавить ну чё-то не знаю по моему это сейчас такая ну это мне кажется он будет банится в первой фазе на мой взгляд да особенно про всяких там team liquid допустим но может будет банить в первой фазе мне кажется так фреон а и вот так усилили потому что течис течис это бафнули ну да про это что морслового ну прикольно прикольно блин они реально все шарит что делать так профит базовый урон уменьшен на двоечку ну хорошо отлично потому что ну часто пикали часто пикали силен на линии то бесспорно и уменьшили урон фурио этот трентов особенно на старте отлично отлично ну фуриона требовалось немножко понерфить не зря в первую бану летал некрофос теперь не так силен да то есть у него скипитер не так много секунд добавляет к вашему респауну но опять же да именно в лоте на старте такие же 15 секунд но это не критично stalker скипитер вот теперь применяется на 900 а у е вокруг вас увеличивать министан с 0 1 до 0 6 и уменьшать кулдаун на 200 редис кламбой тус секунд замечать куда на 2 секунды сколько у него был кулдаун кулдаун 6 секунд то есть кулдауном 6 секунд вы в ауе 900 вы даете кучу урона и станете всех и можно будет так было холодным прерывать и все 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 и сталкера сильно бафнули ну для дачи что плоховато а так ну пойдет никс ассасин базовая сила уменьшена вендетта теперь на старте сильнее талант 15 уровня меньше мувспида ну здесь мне кажется его продолжат банить потому что его до этого банили а сейчас играет затяжные все с аганимами и никс в лейте он бешеный конечно с предметами с деньгами мне кажется тоже бан первой фазы огар мультикаст чаще будет их за выпадать бафу эту игра и баф на 25 теперь плюс 300 урона но опять же да в лейте огар будет жесткий баф у меня knight guardian angel теперь еще и дает хапориген и на здание также влияет ну баф баф помни конжи влете силен владеем не сильно за своей ультой аганимные особенно оракл базовая атака теперь чуть медленнее срабатывает это хорошо ну на линии послабее сделали да хорошо для течиса да и вообще сейчас его брали талант 20 уровня чуть меньше мобспида нормальный мини нерв мини нерв так девауэр дает пассивку по краже маны а и когда активирован три раза дает больше не кражи даже маны да потому что не у кого красть а именно прироста маны для самого воды воды бафнули воды бафнули вроде бы то что я вижу я просто не вижу сколько было до этого ну наверно баф так потому что пассивный сделали пангольер добавлен скипетр его второй спел теперь дает ваш бакла четыре стороны вокруг него офигеть офигеть вау это очень круто для пангольера мощно о офигеть он такие тонны дэмэджи будет латье выдавать так и лаки шот больше нет шанса на сайлент столько дизарм то есть пангольер теперь очень крут против именно физушников именно рэд кликеров то есть в лейте они его усилили даже не кажется ну не только до агонимом но и вот этим усилили и армор еще уменьшает до пангольер атакировал лейта теперь его против физушников мощно фантомка блюр теперь мгновенно кастуется и диспелить ее каждый раз когда вы убиваете противника в вашей способности перезаряжаются а кд блюра уменьшается на 12 секунд атака у него какой когда 45 офигеть а длительность 25 она постоянно будет смоках фантомка жесткая в лейте жесткая так именно фоне вижна просто и не видите фантом лансер больше силы больше ловкости просто ты пони по увеличили все феникс базовая сила увеличен супер нового теперь а обновляет ваши способности в самом начале своего каста а не в конце ну это такой минорный фикс ну даже фикс это даже не нерв не баф а фикс просто и теперь в скипетре можно кастовать супер луч в санрей во время яйца но это супер круто потому что во время яйца все пытаются его сбить фениксу оно слишком жестко захиливает а теперь ну феникс в лейте будет силен очень пак интеллекта больше силы больше минорный баф путь больше интеллекта и замедление от рота увеличили больше смыслом было его брать ну не знаю ну минорный баф такой чуть-чуть совсем минорный я бы сказал маленький пугана больше эмпоригена лофы чуть-чуть увеличили нэдер вард теперь съедает больше ману противников ну пугана баф опять же да почему потому что пугана темповый герой а сейчас игра становится не темповой это пытаются компенсировать то есть это даже не баф это пугана давайте так пугана осталась на прошлом уровне вот так путь что же герой темповый герой сноупола путь остался на том же уровне если вообще не поняли ну не 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 занято чуть-чуть так i have the storm no longer increases атак рейд то есть не увеличивает скорость атаки и бьет две разные цели вместо одной все еще может бить по зданиям ну я бы не сказал разор сенос слабоват теперь будет потому что в лейте тяжеловато ну опять же да там если допустим кор противников единица ну один какой-то то но из него дамы все это актуально рики чуть больше базового урона все но опять же да почему он был слаб потому что сноуболить не мог допустим он одним центром контрится и мгновенно срезается а сейчас игра заходит в лейт и можно какие-то предметы купить да чтобы сбрасывать дасты чтобы сбрасывать какие-то а контрольные способности ну посильнее его чаще будет пикаться рубик больше ловкости гораздо кстати больше ловкости интересно зачем нормор в лейте да лучше чувствовать shadow demon больше интеллекта shadow fin больше ман региена чаще будет на миде появляться потому что вообще я перестал появляться на самом деле да на прост сцене больше силы больше ловкости ну баф shadow shaman монокост чуть-чуть на копеечку побольше стал на старте не не на копеечку даже тут на 15 ман даже на втором уровне silencer мелочь sky 1 дальше кастуется silence и конкассив шот теперь дешевле на старте ну нормально мини баф селедка скипетр первый скилл он вот смотрите он раньше бегал по реке быстро теперь с агонимом он всегда везде будет бегать быстро он будет как будто мини речку для себя создавать когда бежит хотя это можно было не добавлять мне кажется просто сделать ему всегда быстрым дает 25 хп регена 12 армора и 40 статус резистанс когда в этой своей самодельной речке ну и то же самое как и на нормальной реке либо это какая-то ограниченная территория с рекой я не знаю тогда ауе написали правильно а нет вон ауе 550 написали все я понял слезерный краш это уже стан правильно то есть он когда станет он вокруг себя вот эту лужицу делает и по ней их быстро гоняет второй застанет еще одну лужицу сделать и по ней тоже быстро гоняет и везде бафается ну прикольно он такой как маленькая бруда получается так guardian спринт теперь пассивно дает большему спида в реке и опять же да как блудсикер гоняет неограниченно то есть он теперь на реке всегда в плюсе слезка на реке всегда сильна на 25 талант вот минус кд стана чтобы вот этим станом ты везде себе эти лужи наплодил и по ним гонял ну круто круто прикольно бафнули его длится это 25 секунд эта лужа интересно мне кажется слезки вообще ну забавный герой его сильно бафнули а селедка супер сильна статистом на линии все едем дальше сларк базовый атак спид увеличен со 100 до 120 ну ничего такого мини баф shadow dance больше хаппари генит на старте и рейнджа с скипетром увеличена ну пытаются пытаются заставить что покупали посмотрим это на самом деле может интересно очень выглядеть интересно даже посмотрим спектра shadow step добавлен спелл с аганимом ага теперь можно делать хаунд в одну конкретную цель очень интересно это прикольно нет это круто на самом деле кулдаун 70 монокост 180 то есть ну ты еще глобальнее на спектре становишься она становится супер макро персонажем это баф спектры сильный баф спектры причем реально сильный баф хорошо так spirit breaker баф базовый хаппари ген увеличен причем сильно на 0.5 бульдоз статус резист увеличен муспид увеличен грейтер баш станд чуть переработан на старте чуть послабее стал по урону чуть посильнее стал наоборот да то есть именно оглушает меньше станет дэмэджа больше монокост первого скилла уменьшен страйк да ульта как раз трендж увеличен то есть дальше можно кастовать и радиус скипетром увеличен то есть такой баф spirit breaker но не сильный барр не сильный баф touches плюс один базовый ман реген это реально сильно то есть в два раза больше ман на старте это и не знаю нужны ли будут сейчас кларетки да в гайде стартом ну как минимум одну можно будет точно убрать да вместо нее еще не купить не ставим что продумать купить можно вместо на 50 золота но суть в том что это сильно сильно очень сильно помогает гораздо меньше будет ситуация когда не падает маны сможете чаще ставить мины это реально баф течеса причем именно верлигейме где он проседает он приседает верлигейме дальше по всей игре ему уже сделали комфортно все максимально тут ему в отличие от всех героев сделали вот у всех героев будет в этот момент кроме тех кого перечислили в самом начале единица ман регена дамку то меньше кого-то больше уточиться будет двоечка и он будет реально с память своими способностями будет память первым будет своим вторым и не будет чувствовать недостатка в мане довольно часто не хватает да там чтобы на втором уровне ставить и 1 и иметь возможность суицитнуться до случае чего то есть это сильно это реально сильно это баф течеса сильный баф теплор ассасин скипетр новая способность психическая защита дает возможность телепортироваться к любой трапе спустя две секунды ченнела не прерывает melt то есть инвиз куда он 30 моноко 100 и взрывает трапу по приезду жесть темп ларка машина это такой теперь макро персонаж ты просто закидываешь трапу куда-то в лес и все и ты просто туда ты пешишься это ну один раз просто побыть на одном месте ну затем туда трапу и все ты всегда может от и пункта инстатэп на рошаны когда он появился ты видишь это трапой инстатэп там куда-то в лес рядом с бараками противника когда и сможете сплитить супер сильно в лейте супер сильна темпларка в лейте офигеть вау мощно часто будет банится но вообще это супер сильно это супер-пупер мега баф для темплар очки так террор скипетр после каста метаморфозиса от него распространяется волна страха как у кого бы получается офигеть не работает на тех кто в бкбшке но это круто это реально круто то есть ты фортишь всех сажать бкб либо если ты ее нажимаешь то как бы все эти разбегаются просто их расстреливаешь например на тебя наехали ты нажимаешь мету и все рефлекшн больше не работает на иллюзии да то есть его сделать слабее против иллюзионистов но хотя бы так но это типа тоже круто то что террору сделали его сильно бафнули лейтхантер гаш со скипетром увеличили но у всех все за скипетром бафают чтобы люди покупали скипетры ну и потому что вот эти скипетры которые добавляются это бешеные что-то тимпларка ну пипец тимбер сила дали больше силы дали больше нты дали больше армора дали мана реген на десятом уровне круто правда экспу убрали для него душа игра и так будет долго куда ему торопиться плюс стаки армора плюс 10 процентов к силе спилов и больше сил ну тимбер бафнули тимбер бафнули он стал мощнее и чем лейтове тем сильнее да то есть эти статы когда они изменяются это за один уровень у тебя на 0 3 а за 25 уровень у тебя на сколько у тебя на где-то на 15 сил наверное все равно чувствуется чувствуется тинкер базовый ман реген дали интеллект увеличились сильно 08 это реально сильно это большой еще и прирост к урону способностей так больше на десятом уровне урона от способностей и далее к стрэндж но и тинкера бафнули тинкера будем видеть теперь я думаю так тини гораздо больше не ты дали тоже дав гораздо больше и скипетр теперь это кастующаяся способность что-то с деревьями каждые 0 4 секунды рандомное дерево в радиусе 500 от вашего героя будет выброшено в сторону указанной области так не туда ушел где верните мне к тиннику это как это надо каждые 0 4 секунды указывать области ли что а ченнель способность да то есть ты засеял как бы в эту историю указал область и он начал туда закидывать деревьями прикольно дает процентов от урона по врагам ауе 400 к стрэндж 1300 max channel 2.4 cooldown 12 монокост 150 это реально круто то есть любой стан и ты туда наливаешь кучу урона потому что это реально куча урона каждые 0 4 секунды это быстро это реально быстро тинни не бьет там два раза в секунду там это секунда там он бьет раз в секунду или там даже полтора раза в секунду то есть наоборот раз в полторы секунды и это круто это баф сильный баф тинника хорошо 3 граб кулдаун пониже сделали и армора дали чуть-чуть больше не значительно чтобы он в лаке не приседал тренд протектор дали больше ман регена бафу и трэнта потому что играть будет игры будут затяжные это постоянно деревья это огонь и на трэнта но это будет круто крутые игры будут увы как сейчас дота совсем сильно поменяется от того что мы привыкли на про сцене точно так переработана способности не виза теперь эта способность только стоишь на себя 0 6 секунд ты это все делаешь да то есть задержка каста есть не прерывается если получаешь урон и уходит на кулдаун поселка нвиди скончается куда он 4 секунды может быть монокост 60 ну на себя работать также да но просто ты сам определяешь когда и чего мувминт спид да то есть мувспид бафнули чуть-чуть и урон переработали урон тоже бафнули ну тренд посильнее стал вначале как бы ему сделали способность монокостом но компенсировали это мано регеном плюс-минус и тренд вообще это герой который в различных играх он супер сильный поэтому плюс плюс героя вообще мета плюс героя варлорд тролль батл транс меньше кулдаун сделали до 35 секунд и может быть скастован на союзного или вражеского героя длится всего лишь всего срока на противников к странишь 500 это сильно это сильно то есть не супер сильно никак не парка конечно но в лейте вот роля имеет смысл огонь отлично а тролль это герой который забирает рошана это герой который снова этим пользоваться таск так талант изменен но был баф на двадцатом уровне а шарды решили уменьшить их час так когда шардов на двадцатом из когда снова на двадцать пятом и шанс на таком то есть бафнули значение все равно увеличенные получились так пет лорд радиус увеличен у лаун уменьшен баф но опять же герой и в этих игрок сильный потому что да вот эти массовые телепортации и так далее и вообще процент у него все в процентах это круто undying ну чуть быстрее кастуется 2 спал зомби теперь требует от иллюзии два удара чтобы их уничтожить это круто это реально круто это баф зомби в мете иллюзии да как они ее видят учитывая баф иллюзии с этим вы перекаврой и теперь меньше урон от клюпов иллюзии получает сам да этот само надгробие ну баф андаенко хотя он все равно в лейте но слабоват вряд ли его будут пикать я не верю скорее просто пытались компенсировать то что мета изменилось так венга ага теперь есть мини кулалу 0.25 чтоб случайно люди не использовались ну пофиксили скорее чем что-то изменили веномансер базовый интеллект увеличен на 2 базовая скорость атаки увеличена талант на замедление увеличен ну мини мини изменения опять же венник это герой давления а мета изменилась поэтому я сказал что веника не изменили визаж мак резист увеличен причем сильно вау на 15 процентов и фамильяры хп пересчитано теперь на старте чуть больше да на первом уровне ну не чуть а значительно на пятую часть ну опять же до визаж это герой темповой в лоте он послабее я думаю это пытались обыграть и компенсировать но чуть неприятно но все равно в мету быстрее он уже не пишет то что быстрее нету варлок варлок это супер летал героя ну-ка а теперь контроль выдает на 0 4 секунды больше потому что два голема уже было правильно одновременно а теперь а голем через 0 4 секунды еще один голем то есть чуть больше контроль выдает суммарно огонь ну мини баф такой потом банды чуть ослабили на старте но это мелочь все равно на чертом уровне кастуется в лейте и урон тоже ну на старте чуть слабее это фигня варлока пытаются слабить чуть-чуть чтобы он так часто пикался потому что в лейте он супер жесткий супер жесткий стопор и армор големфа на двадцать пятом уровне плюс 25 жесть на 5 армора больше дали вивер базовый мандреген дали опять же да ну бафнули мини баф вивера врка переработан скипетр два заряда виндрана и увеличивает мувспид на 45 процентов то есть она именно неуловима становится но а кулдаун уменьшили да то есть на 18 уровне у нее кулдаун уже 30 секунд видимо из-за этого скипетр убрали ну варку бафнули варку бафнули и талант изменен на 2 секунды шекл шота кулдауна и мини стан убрали вместо этого дали варке как будто она под агонимом да то есть убрали уменьшение урона от ульты ну окей но мини стану жалко конечно ну и и наверное чтобы она хоть немного балансированная была все равно неуловима будет пипец виверна монокоса скипетром уменьшили опять же да чтоб комфортнее было пользоваться вич доктор десвард урон увеличен но не сильно так немного зевс опять же да на фоне других всех ультов с агонимом ввд он такой нормальный в лейте но все равно бафнули не страшно зевс больше ман регена атак поинт улучшен да быстрее ну проще бить проще восхитить и на десятом уровне дает ман реген это отлично ну то есть зевса чуть бафнули чтобы он как-то все это в мету не знаю потому что герой хорошо скелется решили чуть бафнуть ну чё вообще могу суммарно сказать да это я бы назвал этот патч патчем течиса потому что игры будут супер затянуты все герои хотят агонимы даже тимпларк тимпларк вообще безумно хочет агоним все хотят агонимы вышли тяжело забирать агонимы можно съедать то есть они никак не проявляют себя в этом плане тяжелее прерать линию да потому что вы дина и хуже работают а враг меч 3 3 смерти не знаю те же сосадные крипы их нельзя приручать нельзя вместе с ними давить игра будет дольше игра будет реально дольше тяжелее пушить игра будет затягиваться ты часа бафнули героев заставляют играть флейт на следовать флейт и а в лоте будет уже течис я прям панкую течис на про сцене с надеюсь с качественным исполнением будем вместе с вами смотреть ну что патч мне понравился реально крутой патч много поменяли много переработали я прям жду не дождусь стрима сегодняшнего когда я вместе с вами буду это все тестировать особенно на минерчики все спасибо всем кто смотрел удачи вам в тестировании давайте доброе утро я спать час пойду